Вот эта фотография на саможал, помните я это, я не буду, я показывал двух фильмах, двух вебинарах землю с дырками и сказал, догадайтесь что это, никто не догадался или не хотел напрягаться. Вот еще одна фотография, вот видите, это мертвое дерево, дальше он будет ножом вырезать, а там все сухо, вот, почему, мы с вами проходили несколько раз, вот, погибает груша еще причина, беда то в том, что он нашел причину, но он не нашел остальные две, так, вот эта фотография опять той же самой милой девушки, так, почему смешнее, это для меня как пример того, что, ну, ну, злок на память, не ради девушки, ради вот этих вот прекрасных вишенок я ей показываю, итак, вишня, вот, вишневые сады уничтожены, вот это опять повторяю фотографию, единственная груша, которая в свое время, и от нищеты, когда мне сожгли сад, я начал резать ветки, а тогда спрос был бешеный, на черенке, я продавал недорого, по 50 рублей, от каких-то 10 лет назад было, и вот эта груша уцелела, уцелела для того, чтобы Бог, видимо, приказал, бирка, короче, потерялась, я отношу это к божественному проведению, потому что она выросла, дало сумасшедшее, выражаю, в сумме она давала, дало, ну, наверное, несколько сотен ведер, это одно из лучших груш в мире считается, нарядная фибра, а я вам показываю из-за кроны, вот если не трогать, она такая, она в специфических условиях выросла, как мне друзья говорят, никого не критикуйте, зачем вам враги, вы просто учите, как надо делать, а как я могу научить, и вот приезжает ко мне первое телевидение, какой был скандал, готово, все, я приготовил несколько сюжетов, как садить, как это самое, привать, все несколько сюжетов, для меня событие такое было, ко мне телевидение приезжает, у меня все хакаси увидят, и все, полыла Краснодарского края, йоу, она достает бумагу и говорит, пункт первый, делайте это, я говорю, чего, как делайте это, а это уже делать нельзя, ничего не знаю, у меня этот, как он называется, сценарий, я говорю, девушка, давайте по-хорошему, уже то, что, вот я прочитал первые 34 пункта, они все смертельные, а могли ко мне было, а позвонить-то не может, а это деревня, вот, растерянности, вот, а сейчас мы опять в Белоруссию, потому что, хотя, почему я ее вспомнил про это, потому что калечат и у нас, и в Казахстане, проходили, помните, и на Украине, проходили, и в Белоруссии, вот, и мне присылают вот этот самый, говорят, прокомментируют, я не виноват, друзья, сейчас вы узнаете много-много интересного, так, час с небольшим прошел, я на кухне за горячим чаем, все осталось, вот, сейчас вы увидите много интересного, сразу после этого, когда мы с вами вот это разберемся, все вот это вот, да, вот, вы станете высочайшими авторитетами, даже дядя Ваня, берет обыкновенная журналистка, нераскрученная, неизвестная, практически, подходит к королю эстрады, самому этому, тут можно фамилию называть, весь мир смотрел, Киркорову, так, и задает, не просто прокомментирует вопрос, подлинненький вопрос, он, по сути, подлый, он звучит так, значит, в переводе на нормальный язык, поете одно старье, вот, и получает по морде лица от Киркорова, да, вот, смотрим, как получилось, казалось бы, народ возмутился, а народ у нас искренний, он не понимает, что такое провокация, вот, одна из них, это самое, ах, он сволочь, надо лишить звание народного артиста России, это самое, подонок и прочее, прочее, это одни, наивный, простой народ, над ними смеялся потом Киркоров, когда сказал, после этого скандала выросло количество, популярность выросла, а она, из неизвестной журналистки, получив по морде лица, заметьте, я не сказал по морде, я сказал по морде лица, вот, она сразу стала известной, вот, совершил маленькую пакость, на этом сайте собрано очень много материалов, мы вынуждены говорить все, закончив через 20 минут вот эту разборку этого сайта, вы окажетесь где, фактически в раю, вам останется только взять и вырастить уже, не потому, что вот это все надо знать, а чтобы это не делать, не делать, ну, постараюсь быть, я чуть увеличу сейчас площадь, потому, что там текст, итак, это Беларусь, а для чего нужны такие сайты Беларуси, а для того, чтобы у них купили, что? Не то, что фальшивые саженцы, а саженцы из Польши и еще южнее, почему? Догадайте сами, мы с вами становимся не один я эксперт, теперь мы с вами становимся все экспертами, поехали, но технологию будем изучать попутно, по мнению многих садоводов, качество выращивания абрикоса может быть только в условиях южных широт, вот, мы будем и плохим, и хорошим, правильный выбор дает возможность выбор, подбор, а потом поймете, что их подбор запрещает в том, чтобы вам посунуть еще более южное, но здесь все идет так, почему? Продают южное, а говорят, что правильный выбор дает возможность, какой может быть выбор южное? Понятно, что вас собираются дурить, как? А это сайт просто передрал, несколько, которые будут пересекаться, друг на друга наезжать, несколько материалов, наверное, статей, и так поехали. Недостаточно, теперь уже оказывается правильный выбор, а уже недостаточно. Ладно, желательно уметь выделить качественные, здоровые деревья, то есть надо знать, чем отличается здоровое от нездоровое, правильно? Ну, берем так, что раз ваши саженцы 100%, заметьте, 100, потом докажу, из Польши еще южнее, значит, самый качественный саженец из этого, из Польши южнее, и просто в Беларуси погибнет. Плюс еще, если добавится агротехника. Теперь, смотрите, как они по действительности подгоняют теорию. Технология выращивания абрикоса требует использования во время посадки только двухлетних саженцев. Вот подлецы. Они лучше укореняются, дают больше выражения, хорошо плавоносят. Итак, дураку, понятно, дураку. А они же еще дураков? Нет, хотелось бы, чтобы даже дураку было понятно, что однолетний саженец может через год стать двухлетним, так его лучше бы не садить однолетним. Они ждали в следующий год, когда корни, если в первом случае корни могут сохранить, там, на 90%, если открытая корневая, на 80%, на 70%, то двухлетний уже на 30%, 50%. Почему они пишут, что двухлетний лучше всех прерывается? Не однолетний. Потому что, ну тут уж точно дураку ясно. Продают двухлетним, значит, нужно какими доказать, что они лучше укоренятся. Ну что, подло? Идем дальше. Корневая система абрикоса должна быть хорошо разной. Ну тут понятно, это и без них ясно. Три-четыре главных корня. Непонятно, почему три-четыре. У меня бывает и десять, и тридцать, даже в однолетних, а бывает один. Ой, это, короче говоря, они сами не знают, что. И ляпнули, дальше пошли. Ой, корни должны пересыхать. Ну хоть что-то написали. Вот жаль, я не это, не подчеркнул. В идеале, в идеале, это должна быть хорошо освещенная. Согласен. Черт бы вас. Продуваемая ветрами мёсость. Ну вы что, охерели? Пять лет в Саратове нет урожая абрикоса. Но он ни раз причину не называл. Следующий год проходит. Цитирую, я не шучу, все на полном серьезе. Шестой год в Саратове нет плодов абрикоса. Причина. Тридцатиградусный мороз и сильные ветра. Продуваем. Ура, садим где в голом поле. Представляете? Не малейшего понять, что такое, как по железу тепловая подушка, и пошли, поехали. Ну это что, подлость натуральная. Близи от дома высаживать абрикос не рекомендуется. Вот. А я вам что говорю? Дом это тепловая подушка. Если он отапливается круглый год. Дальше. Желательно соблюдать по отношению к жилым посольствам 3 метра. Нормально. Я такое видел. Мои абрикосы посадили. Построили дом, мой приятель. И с северной стороны на 3 метрах посадил с северной стороны. Ну, так напишите, что с южной стороны, ну, крайнем случае с восточной, чтобы западные ветры не доставали, чтобы северные ветры не доставали. А то не рекомендуется. Наоборот, дом это же, это же рекомендовать надо. Ну, вот органическое удобрение, знаешь, что такое это? Это дерьмо. Или переплевшие эти листья, переплевшие листья, переплевшие этот самый, скучная трава. Или дерьмо. Вот это и с органика. Запоминайте, друзья. Когда всё это гниёт, не дай вам Бог посадить вот в это дерьмо. Заполнять, как тут написано. Вот. Не дай вам Бог. Потому что деревья имеют искалеченные корни. Если вы хотите сравнить, пойдите... Я беру крайний случай, когда у вас пальцы начнут по какой-то причине. Вы пораните их, суньте-ка их в дерьмо. Можно в своё, можно в коровье. Куда угодно. Можно просто в грязную лужу. И ждите столбняка. Во время высаживания абрикосов. При высаживании абрикосов в лунку нужно следить за расположением корневой шейки. Она должна возвышаться над уровнем грота на 7 сантиметров. Вровень моря. Как бы сказать-то? То есть, это... Сделать маленький холмик на 7 сантиметров? И чё бы слегка бы понял. Хотя он потом всё равно... Яма-то у них огромная. Видели? Вон выше размера ямы. Всё равно провалится. Вот. Поэтому написали, что на 7 сантиметров выше. Но не хватит. При такой яме провалится на 20. Поверьте мне. Насчёт полива. Абрикос полива боится больше, чем засухи. Я в данном случае... Знаете как? Где-то льют дожди, где-то засуха. Везде не так. Вот. А когда дают общие рекомендации, не учитывая это, это просто глупость. Обильное полива – это подлость, предательство. Просто они этого не знают. Теперь. Последний полив... Последний раз допускается полива абрикоса в поздний осенний период. Рассчитывая на квадратный метр, 6 ведра воды. Да уж. Пить так пить, сказал котёнок, когда несли его топить. Вот. При поливе необходимо учесть абрикос, не любит зависковой влаги. Ну, правильно? Слышали где-то. Слышали из вод. На всякий случай написали. Ну, и продолжаем гробить. Им нужны ему ваши поливы в поздний осенний период. Вот. Когда дерево уснуло, оно не может испарять влагу. Так бы оно бы испарило лишнее. Так, сейчас ещё крупнее делаем текст. Попробуем разобрать. Если почвенная вода расположена... Поэтому, если почвенная вода расположена близко к поверхности грунта, знаете, перед посадкой абрикоса обязательно необходим дренаж. Перед посадкой абрикоса. А поливы в таком случае сокращают до минимума. Вот тут вы можете сказать так. Ну, умные люди, по словам дренаж, подразумевали, что через него будет проходить вода. Улавливайте разницу. Но не пойдут корни. То есть, чтобы не было для чего придумали. Они придумали за дерево. Они не понимают смысла того, что придумали. Им показалось, что... Если где-то, допустим, ну, даже не ваш случай, а чуть глубже, там, на уровне метра вода. Мы берём, застелили. А дренаж подразумевается, что она будет просачиваться. А корни не пойдут. То есть, крупный речной песок, гальку. Вот. Мол, устерём днём. А корни упрутся. И не пойдут там, где вода, и не будут вымокать. И они же, эти люди, кто придумал за дерево, как ему спастись, они же не сообразили, что дождь-то сверху. Вот. Они будут ползти параллельно. Им расти надо. Допустим, на какой-то момент дожди почти прекратились. Так бывает. Уже из-за дренажа. То есть, без дренажа вы пожили. А из-за дренажа, нет, они дошли, потом они начинают расти горизонтально, расти, 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 расти. До предела этого квадратного метра. Если даже яма квадратная, квадратным метром является. А потом всё равно вниз изгнить. То есть, предполагается, что они за это время немножко успеют дать урожаев. Ну, короткий век, я вам потом покажу. Ниже там про это ещё есть. Польша и прочее тут вспоминается. Здесь получается, что вода-то сверху, снизу, на какой-то момент, допустим, поступать не будет. Но проливную дождь всё равно. Она же приподнимется. Просто уровень талых этих грунтовых ход поднимется. Ему плевать на это. То есть, надо тогда садить-то было в коробку. Ну, непроницаемую не только горизонтальную часть, но и непроницаемую ещё и боковую часть. Ну, тогда получится посадка в ёмкость. Опять нелогично. В ёмкости долго абрикос растения будет, сгниёт. И этот дёрн, он не дёрн, а дренаж становится препятствием к тому, чтобы он прошёл, как сквозь сито, и ушёл. И даже вот это сито, даже настоящий дренаж, классический, не ваш придуманный, а именно классический дренаж, он возьмёт и задержит всё-таки воду. Значит, вывод с дренажом, даже не вашим непроницаемым, а именно с проницаемым, всё равно будет смерть ещё быстрее. То есть, медленнее, но быстрее, чем если бы вообще дренажа не было. Подкормки, подкормки, подкормки. Выращивание абрикосов из косточки трудности не вызывает. Выращивание трудности не вызывает. Не, что вы. Вон, дядя Ваня, сгнили, не успели вырасти, однолетки уже сгнили. Деревья выращены таким летом, приносят отличный высокий урожай. Ну, посадишься на тебя, свежий. А какой ещё бывает? Что, не свежий ещё, что ли? Абрикосов из косточки сохраняет высокую схожесть на протяжении года, а потом теряет. Нет, вот я убедился, я три года не хранил. Два года это точно. Ну, видимо, ещё кто как хранил. Кто-то сгноил, а потом или высушил напрочь, например, при температуре, например, комнатной хранил, допустим, да. У меня даже сухие хранятся в холодильнике, я показывал. Вот, так что это тоже не совсем правильно. А человек уже, что, должен выкидывать, если в этот... У меня были люди, клиенты, которые говорили, а я могу купить сейчас, пока есть? Вдруг вы даже намекали, последний год продаёте. А на следующий год посадить? Да, конечно, можно. Сажать позднюю осень или в начале зимы. Ну, почему-то... А теперь, что самое обидное? Грузы не будут иметь возможности утащить посаженную косточку из-за хрома. Это значит, что вот тут они учили, я не открывал. Вот. А посадить подушину почему? Утащить замилую душу. Ну, вымачивание вопрос спорный. Ладно. Высадка производится на глубину 5-7 сантиметров. Соблюдается расстояние в 10 сантиметров. Почему 10? Почему не, если бы нормально садили на глубину полсантиметра, так, я называю символическое, четверть сантиметра. А это смертельное, правильно, чем 10 сантиметров, посадите. Ему, допустим, поручили и сказали, вот вам линейка, вот делайте борозды и садите. Ну, вы догадываете, что если вот это соблюдать, сада нет. А дед Пахом взял под козырек и не нагибает, берет, допустим, палку и провел борозду. Она получилась сантиметра 2-3. Кто его проверять будет? Приказали 5-7, а он на 2-3. А там еще поливом, дождями разбыло. Получилось, что тот же сантиметр по железу было. Товарищ Лукашенко, я к вам обращаюсь. Как к товарищу, без иронии слово товарищ называю. Я старый большевик. Вот. В Москве товарищей не оказалось. К вам обращаюсь, как к товарищу. Давайте, помогайте белорусскому садоводству. Вот. И это действительно, я привел 3 положительных примера. Вы впереди России хотя бы тут. Вы хотя бы о людях думаете. Знаков понаставили, которые деньги стоят. Жаль только, что ваши эти, ученые не подключились. И вы не знаете, что такое ГПЗ. Но мы-то ладно, вы не обязаны знать. И вот на этом сайте есть прекрасная фотография. Я бы, конечно, не стал бы вот это все белить. Но это ладно. Вот. И лапник. Ну, просто не мог я. Типа, любимая культура. Сейчас поймете к чему. Я про лапника, вы знаете, это защита от грызунов. Вот. Ну, дополнительная защита и от мороза, и защита от солнечных ожогов. Ну, правильно же, да? Вот. Кто бы спорил. Не лень, делайте. Я не делаю. Да и жалею эти. Ветки резать жалею. Успешно растет, плодоносит. Ну, почти так же, как в том ответе. Минсельхоза Железова. Тоже успешно. Все прекрасно. Уже и на север. Ладно бы на север России. На север республика. В условиях нашего климата с частными зимними, вот теперь, возвратными холодами, весенними замами. Пускай. Могут поверзаться молодая деревесина и цветочные почки. Что надо делать? Надо, чтобы опозжать цвело. Вот когда я вот это прочел, я туда пошел. И вот. Калече дерева. Нарезал с молодого дерева те самые поздние филиппивы. Сажать нужно в защищенном от холодных северных и восточных ветров. Вместе с плодородной, легкой по составу почвой. И вода не ближе 1,5-2 метра. Теперь я расшифрую как. Теперь другой источник. Уже защищенный, уже не на ветру, как тот товарищ учил. Может быть, ваши ветра не так страшны, как наши. Но извините, я бы не сказал. Абрикосы, цветы где угодно повредиться на ветру могут. Поэтому здесь уже чуть умнее. Сайт тот же. Не подходит сильно перворожденной тяжелой почвы. Правильно. Только зачем было вверху писать про эти обильные поливы? А? Хозяева сайта. Смотрите в глаза. Что корневая шейка заглубляет на 3,5 метра. Это верная смерть. Вы что? Потому что самые легкие. Яблони вырастут, знаете, как надо? Посадил их, все. И отошел подальше. Я так соседям садил. Яблони, груши, абрикосы, сливы. Однолетки посадил. При посадке сильно обрезал. Полил, ушел. Они взяли, выросли. Объясняю, что такое подкормка, рыхление, полива подкормки. Всегда запр... Вот когда дерн, да? Допустим, за месяц вырастает трава. Даже у меня. Даже вот когда было в этом году очень много влаги. Очень-очень много влаги. И трава поднимается за месяц, ну, где-то сантиметров на 40-50. А я ее вскосил. Стоит только вот это. Делаешь когда грядку. Это же дерн. Перекапываешь. Уничтожаешь фактически дерн. Ну, чтобы была чистая земля. Ну, попробуйте овощи вырастить. В этом самом, в сорняках. Чисто это все. И там, получается, я все эти семена, а они их спали-спали в дерне, никому не мешали. И даже не просыпались. Стоило и тут подперло. В три раза больше. В три раза быстрее. И вот когда говорят, вот это вот как там прополка, рыхление. И лезет, и лезет. Все лето лезет. Ну, кто морковку, маленькую морковку или лук-сиок. Ну, тут, знаете, что такое? Лезет, лезет и лезет. Все это раком, извините, я уже прямо говорю. Раком стоим все лето. А здесь советуют целый сад держать под черным паром. Ну, азотное удобрение. Да вообще забудьте про них. Чтобы потом всю жизнь не это самое. Не плакать, когда деревья не уснут. Ладно. Азотное там на юге успевает, на севере не успевает. Азотное удобрение. Знаете, что такое? Скошная трава оставили на месте. Вот он азот, который трава переработала, стала травой. Вы ее скосили и оставили. Плюс листья опавшие. Это тоже азот. Чтобы вы знали. Ой. Осенняя перекопка. Вот делать нехрен на зиму глядя. Чтобы, еще раз. Почва с терным. Это защита от мороза. Это одна из линий обороны от мороза. От мороза. От мороза. От пересыхания. Вот. Перекопка не дает никогда то, что считается, что перекопал, значит, еще и кислороду добавил. Вот их не сенец. А какие плоды? Сенец такие плоды дал. Даже у меня это. Только один-два из сенцев. Абрикосов такие дали. Всего один-два. Ну, правда, что ждать от манжурца, у которого папа амур. Если честно говорить, до такой семьи только один у меня получился. Видели фильмы, да? Вот. Ребята, берем косточки. Вот такие выращиваем. Как вы уже видели. На пять-семь сантиметров заглубили. Загноили. Все. Внимание. Откуда это фото? А? Хозяева сайта. Ничего не видите. Фотографию с моего этого. Меня признали. Ура! Только мошенники уже больше ста. Вот. Виноградов насчитал до ста. Для меня этот сайт пересмотреть. Знаете, сколько времени бы заняло? Инструкция по уничтожению семян, все косточек. Инструкция по уничтожению саженцев. Вспомните закопка. Вот это. В одном случае в воздухе должна висеть. В другом случае на три сантиметра. Гражданин Гракон, я вас не называю товарищем. А нет, у вас умная штату, вы читали книгу Железова. Товарищ Гракон. А вдруг это не конец этой истории? Вот он, ворачивание абрикоса. Ведь для кого пишут? Ясно, что у них купили саженцы. Под видом вот этого вот. То есть человек будет знать, что если он берет у него этот самый саженец, то он получает вот такое прекрасное дерево. Причем для этого надо немного выполнить. Такое изувечное дерево, если у нас, на большей части России, не умрет, то, конечно, оно даст раньше урожай. Но вы мне объясните, для чего? Отрезали первый год. Второй год. Опять резали. Третий год веток стал несколько десятков. Четвертый год опять все отрезали. Зачем? Чтобы всего лишь на год раньше продавать эти самые и по железу удать предсмертные урожаи. Все ветки наполовину отрезали. Ну, где половина, где треть. Зачем? Еще гуще будет. Абрикос не любит мягкие зимы. Ага, любит. Все как любит. Вон Херсонская область. Она примыкает к Крыму. Я там наблюдал за абрикосами. Сырость. Неделями стоит. Вы знаете, когда влажное лицо. Туман стоит в воздухе. Влажный туман. Уже такое впечатление, что влажность не 100%, а 200%. Еще чуть-чуть, и дождь пошел. Дождь кончился. Туман стоит. Сырость невероятная. Абрикосы не сгнивают. Но это для них. Для них уже. А для нас что? Для нас, я уже приготовил. Но сегодня, может, не успеем. В следующий раз опять будет. Юг, это северо-запад. Псковская область, Ленинградская. Может пригодиться даже это. А польский климат у нас тоже есть. Понимаете, они здесь. Знаете, как? Как говорил этот самый наш юморист. У меня отец на той стороне деревни никого не трогает. Я на это не трогаю. Так вот, на той стороне деревни могут расти. Они это не могут расти. О чем разговаривают. И те места, которые больше, они такие есть. У нас и на Кубани. Они есть и в Астраханской области, и в Астраханской, где угодно. Только что-то почему-то там как-то абрикосы не могут обнаружить. Вот это интересно. Я такую тысячу причин назвал. Единицы пропускают месток. Интересно, может, было бы вам еще. А вот. До 4-5 метров высотой. Так. В Польше живут здесь 15 лет. Уважаемые земляки, я сам на этом. Они снимутся в район Львовской области. Он с 50-го года уже у вас, в Польше. Вы, поляки, мои земляки. Я вас прошу, перестаньте колесить деревья. Так, как у ваших соседей это. Перестаньте, не учите это. Ну, у вас хотя бы хоть, вы хотя бы что-то производите. Хотя бы ваши фрукты попадают в Белоруссию. Что такое 10-15 лет? Не успел посадить, уже все сдох. А почему? Уже, да, получается все сначала. А? Опять мороженое деревья. Где вы находите мороженое деревья? Господи. На плодородной почве высотой растет. Вранье, а не наоборот, на неплодородной высотой растет. С глубиной не выше, а 1-8-2. А, я забыл сказать. Что в Белоруссии, что в Польше. 2 метра пишет, для чего. У человека он взял, завел колодец. Или забивал трубу. Или просто выкопал нам, а на 2 метра. Все, садим апрекос. А это для того, что вам продать апрекос. Что белорусы, что поляки пишут про 2 метра. Написали бы 3, и то уже там надо. Запоминайте, если у вас, как здесь, 2 метра, меньше. Давайте подбирать уже 100 раз. Говорил, еще будем говорить. Давайте подбирать по 2 и другие. Пусть короче вверх на терне. Пусть короче вверх будет. Наверное, не счастливайтесь. Это уж такой короткий вверх. Но на терне, на луче, на сливе. Давайте пробовать. Дальше по железу, до 100 метра. Но кто-то должен начать эту работу. И тогда не придется покупать, чтобы вам подсунули апрекос. А он еще и живой. Через 2-3 года достигнет уровня воды. У него растет живой корень. И начинает дыхать. А вот эти полтора шабулку пересаживались. И белорусы так написали. 2 и тут 2. Вот это Сибирь. Вот это Сергей. Без несколько сантиметров до 2 метров. И теперь смотрим. Это 11-летний жерденец Украины. Я специально. Херстонская область. Те самые. Там, где она не выплевает. И по барабану вот эти месячные. Зимой дожди. Как это называют? Моросящие дожди. Среди земли. Ни хрена не делается. И вот он себе. Он в следующий год дал 23 ведра. 23 ведра. Он у меня до сих пор, единственное, там все подсадил. Я решил так. Раз вы сказали, что ваше с 4-5 метров, я решил устроить это. Я вспомнил. Ну, чтобы заканчиваем, практически мы заканчиваем, да? Чтобы устроить, как бы я называю это, этот конкурс. Нет. Как удава мерили, вспоминайте, слоненок. Этот самый. Баратышка. И попугая. Так вот, господа из Украины. Господа из, это самое, из Польши где 4-5 метров высота достигает. И живет. Это уже третий десяток разменял. Есть, а мне четкий десяток разменяли. Так. А почему вас, я уже объясню, почему не живут? Мерить будем первое. Сергея. Ты, Сергея, гарантированно. Сейчас я сделаю так, чтобы видно было его целиком. О-о-о. Смотри сюда. Вот это 2 метра, 4, 6. Да, где-то 6 метров. Так он еще молодой старый, это снимок-то. С тех пор он еще метр на полтора вырос. Елена Александровна Савинич. Савинич, а гуни мерить. Ой, если она у меня похожа, придется вырезать потом этот кусочек из этого жиринара. За то, что я в Савиничах мерю. А вы знаете, когда она тут была? Когда ему же полностью 3 года? И 3 месяца. Почему? Ну, 4-й месяц. Вот, это ранее, это самое, это самый первый скороплодный, там рядом есть, который называют, по-моему, зимневатым. Вот, значит, в Савиничах он будет как раз такой, какой Польша, если я 10-15 лет, когда умрет. А здесь 3 месяца нет. Ну, больше, честно, 3 года и 7 месяца от косточки. Этот привык он у нас живет. Так, Сергея померили, Савиничах померили. А у меня здесь, я не успел, забыл потом. У меня в тимошках, а в тимошках-то они еще длиннее, если больше. Вот. А вот этот вот пересаженный, вот, я говорю, это для Андрея. Я не успокоился, Андрей. И, извините, используя трос, потому что говорю, почему? Пересаженная трехлетка, сильнейшая обрезка, вот так вот была. Так, пересаженная. Ну, с комом земли брать не буду. Так, сильнейшая обрезка и вот эти 2-х метровые приросты или больше равны 1 Савинич. В теплом климате обрекусь в игру до 100 лет. Я, по-моему, я же перефотографировал эти все кусочки. Это все он же. Про Японию даже узнаем. Но тут главное, что? В теплом климате. Мы сильно разговаривали с Бродским, это, с Алием Васильевичем. Он на его сайте, вы посмотрите, он мне прислал фотографии. С 100-летних абрикосов. Дичайший климат всекатолинский, дичайший. А тут теплом климате. Они ни хрена у вас не живут в теплом климате. Польша 10-15 лет. На Украине можно встретить более долговечные. Да, я сам видел. Мы, по-моему, это, простых ребят с деревни Береславского района. Вот, России тогда. У большинства деревьев выдерживают морозы 20-25. Если бы мои выдерживают морозы 25-25, у меня не было пневмоноприкоса еще уже все 30 лет в последних. Некоторые до 30. У нас таких теплых зимних бывает. Бутоны промерзают, расширяются до 21-го. Сортов более выносливых на мороз почти нет. Вот это почти, это как раз мы. Они отстали от жизни так, что когда делались доклады, где в России растут абрикосы, про Хакаси, про Юго-Хосненского прада, про Минусинскую котловину, про Байкалов, Байкалов, он же марш, ребята, орденоносец, заслуженный агроном России, бывший директор Минусинской стадии. Вы что, совсем уже это самое? Или это нарочно? Вот, потому что это вызов для всего. Потому что, а если они написали, что отчиснуть до 21-го, ну нехренне начинать. Так ведь? Зачем начинать? Опять, тоже 1,5-2 метра. Ой, ладно. В Японии, кроме обычного абрикоса, в большом масштабе японский абрикос. Фрукты зеленые, я его не знаю, не очень вкусные, кислогоркие. Но нам это не интересно, согласитесь. О, абрикосы были привиты до недавнего времени, сердце слива и алти. Я понимаю, почему у нас сливы и алти, потому что они меньше выпривают, корневая шейка меньше выпривает, основание штаба меньше выпривает. Ну я же вам показывал абрикосы, на которых ни одно пятнышко. Они-то чем хуже алти. Ну тогда уже не будет 10-15 лет, тогда уже будет 30-40 лет. А? Поляки. Земляки, вы чё? В последнее время распространяется привык абрикоса на сельце сливой венгеркой в ангел... Геймах, ладно. Всё-таки, не важно кого, но венгерка. И мы с этим самым... С... С... Чернобаевым дошли сами. Может быть, я бы вот это прочёл, более 10 назад, как бы. Давай-ка попробуем. Я говорю, вы бы это. Не, я просто взял, да и привил абрикос на эту. На венгерку. Ой, абрикос. То есть не так, всё-всё-всё наоборот. Я на абрикосовую подонь привил венгерку, не венгерку, а чернослив. А Чернобаев на абрикос привил мою ниху. Так. Ну тоже из породы венгерок. Так вот, получается, что... В принципе, это... Масса-масса. То есть, неважно, привёл сливу на абрикос, абрикос и сливу, задумывай тоже. Именно венгерку сливу. И получаются неплохие результаты. И за этим будущее. Вот, что я хотел сказать. Ребята, за этим есть будущее. А вот абрикос имеет схожий рост и характер плодоношения, как сливу из группы линклод. Похож. Приват не советую. Обрезка абрикоса. Когда же вы кончите? Уже у меня время вышло. Сейчас это самое. Во-первых, сколько я материал, это цель. Выращенный костик абрикос обладает большой и стабильной рожайностью. Согласен. Если посажено несколько семян, то после прорастания можно выбрать самое крепкое. Согласен. Любой из нас должен быть селекционером. Бери больше, кидай, а, в смысле, сади больше и получишь побольше здоровых. Абрикос легче адаптируется. Согласен. Ну, что при этом было столько дерьма людям научить. Санатовое качество сохраняется редко. Согласен. Является плюсом для селекционерных результатов. То есть, вот чем вот это хитро. Раз санатовое качество сохраняется редко, это иначе, что они обязательно будут хуже. Плавливайте. Догоняйте. Ведь кто папа, мы не знаем. Поэтому я даже пункт пятый, кто-то, 20 знак поставил. Надо рисковать. Деревня, прогрешок мы не буду. Будем, нахрен. Абрикос в городске, это извращение. Так. Внимание, соль, это рекомендации. Лучше всего в районах мягкая зима, жарким летом. Ну, еще один вариант в Средней Азии. Кроме опрыскивания, в уходе за абрикосом, важно следить за корой. Пораженные торговиком деревья, часто поражаются короядом. А зачищать, выйдя на короядном проплесне, довольно трудно. Смола коксуется так, что приходится отлуплять ее, подбивая стомерзку киянкой. Представляете? Зачищенные ранки замазывают нужно не садовым варом, а смесью из глины и коровика. Деньги короядного порезали, деньги короядного советуют. Пораженное место, все, не подходите к нему. Все, что вы сделаете, только хуже. Плодоносят прутики в абрикосе недолго, 34 года. Поэтому весной отмершие прутики удаляют. Еще один афиотизм. Отмер и пусть остается на месте. Нельзя удалять, нельзя рады делать. Субтитры создавал DimaTorzok